Первая книга, в которой один из решений рассматривался 3D от Пинтера, но не очень понятно, что конкретно выйдет панацея. Все на свете, печатать там 3D? Ну, в смысле, айфон можно печатать 3D? Это да, но я к тому говорю, что, по-моему, только айфоны и можно. Что? Нет, почему? Если вам нужны какие-то, не знаю, стаканчики, вот самые простые вещи, которые вам нужны в быту, что вы покупаете больше всего в магазине? Ну, а еду-то нельзя будет пить? У нас, опять же, еда, это индивидуальные упаковки и так далее. Но, понимаете, вообще прикол, основные потребители, всевозможные, метали и так далее, это все-таки не люди, это заводы. Дома тоже отпечатают. Да, дома, печатают. Опять же, если заводы сохранятся, то есть для производства какое-то конкретное, что они могут решать лид-бринтингом, детали для этих заводов. Если мы хотим напечатать себе рюкзак, мы печатаем себе рюкзак. Если мы хотим купить кружку, мы не берем из огромной горы кружку. То есть, мы видим кружку, мы должны понимать, что вот сейчас у нас одна рука, а 20 таких же лежит на свалке или разбилось при транспортировке и так далее. То есть, вот у нас выход-то какой? Одна из двадцати, да? Я собрал трендопринтер из какой-то свалки, я варялись, знаете, какие приняты, где мониторы, еще что-то. Но, да, а от свалки, а от свалки очень много. И опять же, если кто-то говорит про пластик, про то, что вот самое главное загрязнение пластиков, вполне себе есть технология, которая позволяет этот пластик переработать обратно в топливо. Сейчас эти технологии только развиваются, потому что они еще и многие, КПД низкие. Но увеличение КПД – это вопрос не очень большого мнения. И поэтому то, что вот сейчас всякие там эти мусорные свалки рассматриваются в, как сказать, если это грамотно сейчас дело, на самом деле, рассматриваются как будущий источник каких-то ресурсов. И опять же, если мы говорим про свалки, то если эта свалка просто хаотичная, когда на рельеф сваливается все просто самосвалка, это бредоган. Если есть свалка, где все захоранивается отдельно, чтобы можно было доступно присутствовать, вот мне нужен там, не знаю, пластик, я иду на этот полигон и понимаю, что там огромная каверна из бетона, которая содержит в себе вот этот спрессованный пластик, и вот мне нужен пластик, я копаю себе пластика сколько мне нужно. И понятное дело, что нужна переработка. В общем, все это решабильно. Я про это говорю, потому что технологии позволяют решать очень большое количество проблем. Кроме самой главной проблемы – это население. А какое оптимальное количество миллиардов? Это сложный вопрос. На него обычно никто не отвечает прямо, потому что это звучит как у предложения «давайте мы всех убьем». Нет, просто на какой степени можно перестать размножаться? Потому что, ну, то есть вы говорите, что людей слишком много, а как хорошо оптимальная планка? Максимальная планка считается 12 миллиардов человек, 12 миллиардов, и после этого следует коллапс вообще под всем прогнозом системы динамики. Нет, ты имеете в виду не знаю. А вот оптимальное сложно представить, потому что здесь же число населения очень сильно зависит от, во-первых, разумности этого населения, то есть от разумного потребления и так далее, то есть сколько они ресурсов вообще используют. А также от уровня технологий, то есть сколько вообще чего нужно для того, чтобы обеспечить одного человеку всем ему необходимым. И поэтому здесь как раз есть такой очень, вот как раз стал Аткинсон, про который говорил, он придумал эту штуку с зеленым следом. То есть это его команда придумала штуку про зеленый след, то есть как про маркер, который позволяет обычному жителю получить обратную связь от, то есть понять, как его жизнь вообще воздействует на кровище среду. Но вы знаете, да, про зеленый след, конечно, это очень такая массовая тема. Но это, в любом Аткинсон и таких индикаторов устойчивого развития, он разделил там штук семь. То есть просто зеленый след – это самый известный. Вот опять же меня в книжках можно предпрочитать. – А производство еды на шаг назад не относится к промышленности? – Производство еды относится к промышленности, но опять же все это весьма легко оптимизируется, ну, в принципе, легко оптимизируется ген-инженерии. – Там же еще упаковка, транспортировка. – Это все решается вопросами логистики грамотной. То есть, говоря про то же самое Африку, когда приводят огромные цифры, то, что там вот столько большой критерии еды необходимо, чтобы прокомнить всю эту Африку, на самом деле из этой еды до потребителя доезжает 15%, все остальное сгнивает по дороге. То есть здесь опять же идет вопрос разумного диалога между разными странами. И если есть бедная сторона, то ей не надо помогать рыбе, там типа говорят, что не надо помогать рыбе, дайте ему удочку. На самом деле здесь даже не так. Ему нужно дать чертёв удочки и материалов для этой удочки. Но удочку все равно давать не надо. Пусть он сам допрет для этого и сделает. Вот, это как раз идея энтузианства, которые долгое время были так преданы на заблении. Мне кажется, несповездию ему. Но опять же, я всё понимаю, я человека люблю, я сам людей люблю. То есть это всё здорово. Но нужно относиться ко всему. То есть у нас людей на самом деле много. Планета одна. И нам сейчас самое главное сохранить эту планету так, чтобы не произошло какого-то глобального коллапса, который предсказывается всеми моделями стен динамики. А сейчас у нас сколько миллиардов? Семь миллиардов. Ну, чуть-чуть, уже чуть-чуть больше. Кто-то говорит, что сейчас вообще у нас население Земли семь-три миллиарда. Но, в общем, как-то так. И опять же, если вот эти семь миллиардов начнут двигаться, то есть, опять же, люди сами себе не будут начать двигаться. Люди, животные, комфортные. То есть, ну, стадное чувство. Именно поэтому нужны вожаки. Вожаки, которые должны прийти в стадо и повезти его. Но, опять же, вожак, который совершенно никак не имеет ничего общего со стадом, он его никогда не поведёт, по сути, они за ним не пойдут. Именно поэтому должно развиваться образование как внутри людских масс, так и внутри верхушки. То есть, у верхушки должно быть, не должны, там, не знаю, в самом главном не должно быть деньги, или, там, не знаю, семья, что-то ещё. Самый главный – это интеллект. Продолжение следует...